Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале из страны ТВ в студии Фрида Кочеткова. О самом важном и интересном в Истринском районе смотрите в нашем выпуске. Администрация Павловской Слободы перевыполнила план по благоустройству дворов. Развлечения не для всех. Почему короткометражные фильмы не пользуются популярностью у истринцев? Теперь об этих и других новостях более подробно. 14 дворов благоустроят в этом году в Павлослободском сельском поселении. Где именно и почему так много – об этом в нашем следующем сюжете. Вчера на улице Южной в селе Рождествено состоялось торжественное открытие двора. Праздник прошел на детской площадке, которую жители окрестных домов ждали с большим нетерпением. Она появилась прямо на месте старой, которая была просто опасна для детей. От новой площадки с современным игровым комплексом дети в полном восторге. Очень нравится. Там много играть можно, там лазить, скатываться и усилиться. Сюда теперь все из трех домов приходят. И вообще, может, даже из Москвы. Это классное ощущение. Вам тоже советую попробовать. Площадка? Да. Да. А чем? Ну, потому что здесь большая горка и есть качели. И еще, потому что это площадка и здесь много людей ходит. В честь открытия новой площадки и комплексного благоустройства двора администрация устроила настоящий праздник с музыкой, играми, конкурсами и сказочными героями. Кстати, с утра с таким же размахом провели открытие двора в Павловской слободе по улице Лесная в районе домов 4 и 6. Это отлично. Отлично. И если так дальше у нас пойдет, все понемножечку заменяться, подменяться. Это чудес. Мы давно ждали такого праздника изменения в нашем поселке. Все-таки делается это в первую очередь для наших детей, чтобы создать им условия, обстановку для того, чтобы они могли расти, развиваться и быть нормальными людьми. Вот не зря у нас спортсмен на торжественной части озвучил, что в 90-е у нас были очень большие проблемы в Рождественных, от которых мы потихонечку ушли. И вот создавая такие условия, детские площадки, спортивные площадки, мы многие проблемы в автоматическом режиме сможем убрать из текущей реальности. Сейчас в Подмосковье действует губернаторская программа комплексного благоустройства, в рамках которой все муниципальные образования Московской области должны за год благоустроить 10% от имеющихся дворовых территорий. В Павлово-Слободском сельском поселении 29 дворов. И несмотря на то, что в 2016 году администрация должна была бы привести в порядок всего три, они обещают в этом году провести благоустройство 14 дворов. Сабина Салимова, Фарида Кочеткова, Максим Барышев, Истронет-ТВ Компания Истронет запустила новый сайт доступа к городским камерам. Теперь вы можете следить за тем, что происходит в Истре в режиме реального времени. Также для вас доступен архив видеозаписей. В случае необходимости вы всегда можете зайти на сайт freecam.istronet.ru и найти любой интересующий вас эпизод из жизни города. Арина Истра открылась после месячного перерыва. За это время в комплексе был проведен ряд ремонтно-профилактических мероприятий. Была произведена чистка бассейна, душевых, раздевалок и небольшой косметический ремонт. С сегодняшнего дня здесь снова проводятся все занятия. В прошлую пятницу в центре «Досуга. Мир» состоялся бесплатный кинопоказ короткометражных фильмов. Что показывали и как реагировал зал, расскажет Максим Рыков. Первой на экране появилась немая картина российского режиссера Антона Бельжо «Сказание о нас с Евгенией». Эту мифическую историю о любви женщины к слишком свободолюбивому мужчине зрители восприняли неоднозначно. Многие не выдержали и половины фильма, однако оставшиеся по окончанию картины аплодировали стоя. Затем показали еще один фильм отечественного производства «Мир крепежа» Михаила Сигала, за который он в 2011 году получил главный приз кинотавра. Герои этой комедии готовятся к свадьбе, контролируя каждый свой шаг. Комично, но зал вновь постепенно пустеет. После транслировались две зарубежные картины – мюзикл итальянского режиссера Франческо Виско под названием «Джаннис Китчи» и колумбийская драма Франко Бенитоса «200 минут». Первую смотрели с удовольствием, последнюю дождались самые стойкие – всего 8 человек. Меня удивила вот эта такая постановка в том плане, что мужчина – это как птица свободная птица, что его даже ни дети, ни ранения, в любом случае он пытается улететь, в случае свобода неба. А вот последнее – то, что действительно жизнь уходит, надо жить, а она пытается… И всех друзей пережила. Она говорит, я не хочу выходить на улицу, потому что все друзья так ушли. Но мне понравилось. Но ведь таких, как Лилия, оказалось очень и очень немного. С чем же это связано? У организаторов на этот счет сложилось свое мнение. У людей за последние несколько десятилетий сложился стереотип, что такое кино. И, собственно, с начала перестройки, когда у нас в большом количестве появились американские блокбастеры, идеологические такие, сильно, люди уже привыкли, что если они идут в кино, они вот видят что-то подобное. А если это какое-то кино, где надо подумать, еще что-то, ну, они просто не понимают, что с этим делать. Пятничные показы Истринского киноклуба проходят в Центре досуга раз в месяц в рамках Года кино в России. Совершенно бесплатно здесь можно увидеть не только короткометражки, но и полный метр. А кроме того, встретятся с режиссерами картин. Информация о предстоящих показах появляется на сайте istrokdk.ru и на афишах Центра досуга Мир. Следующее мероприятие состоится в первые недели сентября. Вход свободный. Максим Рыков, Дмитрий Гинкул, Истронет ТВ. Сотрудники компании Истронет приготовили летний сюрприз для новых абонентов. При подключении к сети Истронет с 1 июля до 31 августа 2016 года вы получаете скидку 15% на ТВ-приставку плюс пакет бесплатных телеканалов. Подробности акции вы можете узнать в офисах компании Истронет. И о погоде. Завтра синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха днем до 29 градусов тепла. Ночью 17-19, ветер южный 3 метра в секунду. И на сегодня это все. Следующий выпуск новостей телеканала Истронет ТВ смотрите завтра в 20.00. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех главных событий Истринского района. В студии для вас работала Фарида Кочеткова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok